всем привет друзья сегодня я покажу как я традиционно готовлю лечо я его просто обожаю политик кита макарошки или спагетти часто делаю и вот такой вот мелкая лечо она подходит для мелких макарошек а если вот на длинные спагетти или бутербродики прекрасно подойдет резать перец соломкой в общем все по порядку делать его несложно но это очень вкусно ведь правда нам для этого понадобится перец если хотите еще добавить какую-то остринку возьмите пару штучек горького перца и у меня буквально пару штучек ротонды остальные все сладкие красивее всего когда перец разноцветный можно вообще использовать трех цветов зеленый красный и желтый это вообще очень ярко и солнечно зимой прям просто уходит в миг в этот раз я перец нарезала вот такими вот мелкими кубиками но повторюсь можно нарезать и вот такой вот соломкой так будет намного быстрее и можно вообще такими прям длинными через весь перчик резать так как вам нравится так как вы хотите здесь это не принципиально также нам понадобится на это количество одна крупная морковь которую нужно потереть на крупную терку и еще нам понадобится совсем немножко лука и чеснока буквально 1 луковица и два крупных зубчика чеснока для начала в кастрюлю наливаем растительное масло и разогреваем его отправляем туда лук и пассируем его буквально одну минутку после этого мы добавляем к луку морковь благодаря тому что изначально мы обжариваем лук и морковь вкус лечо получается очень нежный такой сладковатый очень вкусный правда это лучше чем просто его варить перемешиваем морковь с луком и даем немножко еще моркови с луком просто потомиться поджарится огонь такой практически средний огонь после того как морковь уже стало чуть-чуть мягкой добавляю к ней перец перемешиваю все хорошенечко и тут уже дело за томата можно использовать просто перекрученные помидоры можно помидоры тоже нарезать кубиком можно использовать томат который вы допустим уже закрывали и использовать его я использую просто в этот раз перекрученные помидоры на мясорубке было в леньке мне резать помидоры еще но если у вас есть еще машина которая сама режет это вообще великолепно перемешиваем и оставляем это все вариться пока варится наша смесь а варится ей полчаса смешиваем специи соль сахар у меня здесь и специи только черный перец и корица и они уже придадут очень такой вкусный аромат и потом в каждую баночку мы еще будем вложить лавровый листочек добавляю соль сахар перец и корицу хорошенечко перемешиваем и даем повариться нашей смеси напомню что всего ей вариться полчаса для того чтобы перец оставался еще целеньким и не разварился после того как смесь поварилась полчаса добавляем чеснок уксус даем еще минутку на закипеть и затем в стерилизованные уже банки кидаю по половинке где-то лаврового листочка если он крупный если он мелкий просто один целый листочек кладем на дно и наверх выкладываем смесь слеча хорошо хорошенечко закатываем банки обязательно проверяем чтобы ничего нигде не текло и укутываем на ночь в теплом месте у меня это старый вот такой вот пледик который я заматываю банки и уже на следующий день можно кушать но лучше всего открыть лечо именно зимой ведь согласитесь очень здорово зимой открыть баночку такого перчика это правда очень вкусно и очень просто готовится а с вами был кекс до новых встреч друзья пока пока